МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создались ребята, которые хотели продолжать играть. Так возникла идея о создании нового клуба под названием «Армада». На момент основания там занималось всего 8 детей. Я говорю, ну что делать, дети же хотят играть в хоккей. Давайте что-то будем думать, открывать какой-то клуб, как-то искать тренера. Ну давайте дадим детям просто шанс попробовать. Получится, получится, не получится, не получится. Так мы открылись. Первым, куда мы поехали через три месяца существования клуба, это был Кубок Ялты. Мы оттуда привезли Кубок, восьмером. Как и в любом спорте, важную роль для хоккеиста играет его наставник. Настоящая гордость хоккейного клуба – тренерский состав. Здесь работает пять сильнейших преподавателей. Главным тренером клуба является Первушин Алексей Станиславович. Ни для кого не секрет, это очень известная хоккейная фамилия. Он сам был игроком омского авангарда. Сам тренировал омский авангард вместе с Бобом Харли. Был главным тренером Академии Михайлова в Подмосковье. Вот нам выдалась такая честь, что этот тренер у нас. Тренер Владимир Шерер приехал на Кубань из Новокузнецка, где играл в Металлурге, а затем преподавал в школе хоккея. По воле судьбы переехал сюда, в Краснодарский край, 20 лет уже здесь. Поднимаю хоккей. Директор в Каневской был, первый ледовый наш в Краснодарском крае. Итого уже тренерской деятельности 48 лет. Любого можно научить. Как у нас говорят в Сибири, и медведя поставим на коньке. Только было бы желание. Благодаря маститым наставникам ребята делают на льду значительные успехи. Последние два года команда «Армада», более старшего возраста, 10-го и 11-го, является в принципе одной из сильнейших команд в крае. Два года, как пришел к нам Алексей Станиславович Первушин. Естественно, любые дети идут к тренеру, идут на тренера. Так как в принципе в Краснодарском крае катков 12 всего на весь край, заниматься детям негде. И если их что-то не устраивает, им приходится переезжать. Сейчас при клубе действует интернат, где приезжие ребята живут вместе с тренером. Помимо занятий на льду, посещают местную школу. День расписан буквально по минутам. Мы утром встаем, получается, под гимн Советского Союза. Потом у нас тренировка. Утром час с 8.30 до 9.30. После тренировки у нас сразу завтрак. После завтрака у нас свободное время час. Потом у нас школа. Мы уезжаем в 11, приезжаем. Если у нас 6 уроков, приезжаем в 16.40. В 16.40 у нас свободное время сделать уроки. После этого у нас начинается ОФП, сухая. Потом у нас лёд. И после льда у нас ужин. И отбой у нас в 22. В 10 часов. В Армаде занимается более 250 человек разных возрастных категорий. Самым маленьким игрокам всего три года. Для ребят создана база, на основе которой возможно развитие уже в большом спорте. Мы своих спортсменов отправляем в разные клубы. Более достойные, более высокие клубы. Более пяти воспитанников уже у нас играют в других клубах. Один из мальчиков играет даже в Канаде. На льду из маленьких мальчиков они превращаются в настоящих мужчин. Сильных, волевых, решительных и смелых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова